Девушки отдыхают Но со временем младшая сестра стала меняться Благодаря заботе старшей сестры, пони веселились на лугах в течение всего дня Однажды, после длинной луны ночи, младшая сестра отказалась уступать место Солнцу Старшая сестра пыталась вразумить младшую, но та не поддавалась на уговоры Ее поглотила темная сторона Луны Она грозилась, что мир погрязнет вечно темноте и мраке Чтобы спасти волшебную страну Старшая сестра использовала самую могущественную силу Магию элементов гармонии Она защитила не только младшую сестру, но и всю страну Отныне старшая сестра стала заботиться и о Луне В стране Эквестрии вновь воцарилась гармония на века Ммм, элементы гармонии Где-то я о них уже слышала Но где? Милая пони, милая пони Милая пони, тебя так долго ждали мы Милая пони, волшебством своим весь мир разведи Искры смеха и добра От чистого сердца даришь нам Приключений с нетерпением ждешь И волшебством в себе везешь Милая пони, давай скорей с тобой дружи Дружба – это чудо Автор сценария Лорен Фауст Продюсер Сара Уоу Вот ты где искорка Мундэнсер устраивает вечеринку в западном дворе замка Пойдешь? Магия дружбы Девочки, сегодня мне нужно заниматься Эта пони интересуется хоть чем-нибудь, кроме учебы Мне кажется, ее больше волнуют книги, чем друзья Я знаю, что где-то слышала про элементы гармонии Спайк 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 Вот ты где Скорее найди мне старое издание предсказаний и пророчеств А это что? Это подарок для Мундэнсер Но... О, Спайк Ты же знаешь, у нас нет на это времени Но у нас каникулы Нет 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 Нет, 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 нет О, Спайк Она здесь Элементы гармонии Смотри, лунная пони Лунная пони? Да это просто старая сказка Лунная, лунная Ага Лунная пони Это древний миф Могущественная пони, которая мечтала править Эквестрией Повержена силой элементов гармонии и заточена на Луне Легенда гласит, что в самый длинный день Тысячного года звезды сойдутся и помогут ей бежать И тогда в мире наступит вечная ночь Спайк, ты понимаешь, что это значит? Нет Запиши это для принцессы, пожалуйста Слушай и повинуй Моя дорогая учительница, жажда знаний привела меня к необычному открытию Мы находимся на грани глобальной катастрофы Подожди, глоб... глоба... Всемирной Все... Вселенской? Это когда происходит что-то очень масштабное Видите ли, мифическая лунная пони на самом деле та самая Найт Мир Мун Скоро она вернется в Эквестрию и погрузит ее в вечную ночь Мы должны сделать что-нибудь, чтобы это ужасное пророчество не сбылось Жду вашего скорого ответа Ваша верная ученица Сумеречная Искорка Сумеречная Искорка Готово! Отлично, отправляй Сейчас? Конечно! Хм... Я не знаю Искорка Принцесса Селистия очень занята подготовкой к летнему празднику солнца А это уже послезавтра В том-то и дело, Спайк Послезавтра тысячное празднование дня летнего солнцестояния Мы обязаны связаться с принцессой незамедлительно Не замедли медленно Ладно, ладно Готово Только не волнуйся Я спокойна, Спайк Принцесса полностью мне доверяет Она всегда была моей наставницей и ни разу во мне не усомнилась Я же говорила, что она примет меры незамедлительно Моя преданная ученица Искорка Ты прекрасно знаешь, насколько сильно я ценю тебя и доверяю тебе Но тебя пора прекратить читать эти старые книжки Моя дорогая Искорка В жизни молодой пони есть много радости помимо чтения книг Поэтому я назначаю тебя ответственной за проведение праздника Солнца в этом году Место проведения торжества Понивин И у меня для тебя очень важное задание Найти друзей Посмотри на это с хорошей стороны, Искорка Принцесса разрешила тебе остаться в библиотеке Тебя это не радует? Да, радует И знаешь почему? Потому что я права Я быстро проверю подготовку к празднику А затем вернусь в библиотеку И найду доказательства того, что Найт Мир Мунт существует Принцесса также попросила тебя завести друзей Разве не так? Она сказала заняться подготовкой праздника Я ее ученица и буду выполнять поручения Но дружба не сможет спасти Эквествию от беды Ой! Спасибо, господа Возможно, с жителями Понивили есть о чем поговорить? Да ладно тебе, Искорка Просто попробуй Э-э-э... Привет. Привет. Что ж, это было познавательно. Празднование Дня Солнца. Официальный список задач. Пункт первый. Подготовка банкета. Яблочная аллея. Ю-ху! Давай покончим с этим. Добрый день. Меня зовут Сумеречная Искорка. Как пожелаете, мисс Искорка. Очень рада нашему знакомству. Я Эпплджек. У меня много друзей здесь, на Яблочной аллее. Друзей? Вообще-то я... Итак, чем я могу помочь вам? Вообще-то я пришла проверить, как идет подготовка к празднику летнего солнцестояния. Вы занимаетесь едой, да? Конечно, а как иначе? Не хочешь попробовать? Только если это ненадолго. Сбор всех пони! Друзья, давайте я познакомлю вас с семьей Эппл. Спасибо, но мы правда очень спешим. Итак, это пирожок. Яблоко на палочке, красное яблочко, вкуснятина, ароматное яблочко, яблочко в карамели, яблочный шпрудер, яблочный пирог, яблочный брюш, хрустящее яблоко с корицей, большой маке, яблочный цветок и бабуля Смит. Просыпайся, бабуля, у нас гости. Что ж, суп готов, я иду, уже иду. Что ж, могу сказать, они уже стали членами семьи. Что ж, я вижу, что с едой у вас все в порядке, а значит, мы можем идти. А вы разве не останетесь на обед? Простите, но у нас еще куча дел. О-о-о! Ну, ладно. Ура! С едой все решили. Теперь погода. О-о-о! Я съела слишком много пирога. Хм, здесь должна быть пони Пегас Радуга. Она разгонит тучи. У нее не очень хорошо получается, не так ли? Простите. Давайте я помогу вам. Похоже, я перестаралась. А как насчет этого? Это мой запатентованный метод сушки облаков. Ну что вы, не стоит благодарить меня, я рада быть полезной. Дайте угадаю, вы Радуга Дэш? Единственная и неповторимая. А что, вы слышали обо мне? Я слышала, что вы должны разгонять тучи. Я сумеречная искорка принцессы, просила меня проследить за погодой. Да-да, все под контролем. Я все сделаю, как только закончу тренироваться. Тренироваться для чего? Для Чудо-молнии. Они будут выступать завтра на празднике. И я тоже покажу, на что способна. Чудо-молнии? Да. Самые талантливые летуны во всей Эквестрии. Так точно. Мне все ясно, они не возьмут в команду Пегаса, который даже на один день не может очистить небо от туч. Эй, я за десять секунд могу расчистить небо. Докажи. Один в зимах волшебной палочки. Ну, что я говорила? Десять секунд. Красота. Я не оставлю Пони Виль в беде. Видели бы вы себя. Ты очень смешная искорка. Надеюсь, мы еще встретимся. Ух ты! Оно потрясающее! Стой! Совсем скоро ты привыкнешь. Декорации! Прекрасно! С декорациями все в порядке. Проблем не будет. Совсем скоро мы вернемся в библиотеку. Очень красиво. Не декорации! Ана! Нет, нет, нет. О, нет! Ну вот! Как мои колючки? Все нормально? Добрый день. Минуточку, пожалуйста. Я, так сказать, занята. Ах, да. Блески всегда очень выгодно смотрятся, не так ли? Рарити, да ты просто талант. Итак, чем могу помочь? Вот это да! Дорогая моя, что случилось с твоей прической? О, ты о моей гриве. Это долгая история. Я пришла для того, чтобы проверить, как идут дела с декорациями. И это все? А как же быть с прической? Стой! Куда мы идем? Помогите! Нет, нет, не-а! Слишком зеленый, слишком желтый, слишком пышно, недостаточно пышно, слишком вычурно, чересчур блестяще. Ну, дорогая, ты рассказывала, откуда ты? Меня позвали из... Кантер-лота! Что, блин? Из Кантер-лота? Ой, я тебе завидую, Шик, утонченность. Я всегда мечтала жить там. Расскажи, пожалуйста, мне все, что можешь, и тогда мы с тобой станем самыми лучшими подружками. Изоморуды! О чем я только думала? Тебе нужны рубины? Быстрее, иначе она надумается перекрасить меня. Ой, ну разве она не прекрасна? Соберись, Казанова, что дальше по списку? Последний пункт. Музыка. О нет, остановитесь все, пожалуйста. Сэр, простите меня, не обижайтесь, но вы звучите не совсем складно. Повторяйте, пожалуйста, за мной. И раз, и два, и раз, два, три. Извините, простите, я не хотела напугать ваших птиц. Я пришла для того, чтобы проверить музыку, и она прекрасна. Я Сумеречная Искорка. А вас как зовут? Я Флаттершай. Простите, что вы сказали? Меня зовут Флаттершай. Ой, я вас не расслышала. Что ж, похоже, ваши птицы вернулись. Значит, полагаю, все в порядке. Продолжайте в том же духе. Ладно. Что ж, это было просто. Молодцы, дракон! Раньше я не видела маленьких драконов. Он такой милый. Так, так, так. Он еще и говорит. Я и не знала, что драконы умеют говорить. Это просто потрясающе. Я, я, я даже не знаю, что сказать. Что ж, в таком случае нам пора идти. Стойте, подождите. Как его зовут? Я Спайк. Привет, Спайк. Я Флаттершай. Ух ты, говорящий дракон. А о чем разговаривают драконы? Что именно вас интересует? Меня интересует абсолютно все. Ну, моя жизнь началась с яркого, лилого, зеленого яйца. И это история всей моей жизни. До сегодняшнего дня. Хочешь, я расскажу тебе еще? Да, конечно. Мне очень жаль. И как мы оказались здесь так быстро? Здесь я остановилась в пони Вилли. А моему милому дракончику срочно нужно поспать. Нет, ничего подобного. О, вы только посмотрите. Он так устал, что даже не может стоять на ногах. Бедняжка. Его нужно уложить в кроватку. Да, точно так мы и поступим. Спокойной ночи. Хм, грубийонка. Прости, Спайк, но я должна убедить принцессу о нападении Найтмэр Мун. У нас почти нет времени. Мне нужно позаниматься в тишине, чтобы всякие безумные пони не пытались со мной подружиться. Где же свет? Кюрприз! 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 Привет, я Петкипай, и я организовала эту вечеринку в твою честь. Ты удивилась? Правда, удивилась? Ну-ну? Очень удивилась. В библиотеке должно быть тихо. Это все ерунда. Какая же вечеринка в тишине. Но сама по сути, скучно. Я увидела тебя, как только ты приехала. Помнишь, ты со всеми здоровалась? А я только кричала. Помнишь, понимаешь, просто раньше мы с тобой не встречались. А если мы не встречались, значит ты новенькая. Дело в том, что я знаю каждого пони в Понивиле. А если я тебя не видела, значит с тобой никто не знаком. А если с тобой никто не знаком, значит у тебя нет друзей. А если у тебя нет друзей, значит тебе одиноко. Мне стало очень грустно от этой мысли. И поэтому я решила организовать для тебя шикарную, веселую, дружескую вечеринку, на которую пригласила каждого жителя пони в Понивиле. Понимаешь? Теперь у тебя есть много друзей. Все в порядке, красавица. О, она так счастлива, что даже расплакалась. Острый соус. А что? Он очень вкусный. Оооо... Эй, Исака, Пинки Пайн начинает игру «Приколи пони хвост». Хочешь поиграть? Нет. В этом городе все пони сошли с ума. Ты знаешь, который час? Время праздного день солнца. Пони не должны спать, иначе они пропустят, как принцесса поднимает солнце. Тебе нужно развеселиться, Искорка. Это же вечеринка! Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Ох, я думаю, что хоть здесь могу узнать больше об элементах гармонии, но... Вот я глупая. Все эти дружелюбные пони мешают мне. Легенда гласит, что в самый длинный день тысячного года звезды сойдутся и помогут ей бежать, и тогда в мире наступит вечная ночь. Надеюсь, принцесса была права. Может быть, это и вправду просто старая судьба... Йо, Искорка! Пора любоваться рассветом! Как же это здорово! Ты рада? Я безумно рада, никогда раньше мне не было так весело. Но кроме момента, когда я впервые увидела тебя... Это самое важное событие в нашей жизни! Дамы и господа, я, мэр города Пони Виль, с радостью сообщаю вам о начале празднования Дня Солнца! Буквально через несколько секунд наш город станет свидетелем магического восхода, и мы будем праздновать самый длинный день в году! Для меня большая честь представить вам, правительницу нашей страны, Пони, которая каждое утро дарит нам рассвет и каждую ночь луну. Встречайте самую мудрую правительницу и кресты! Готовы? Принцесса Селестия! Это не к добру. Всем оставаться спокойными. Всему должно быть логическое объяснение. Мне нравится эта игра у гордейка! Или это прядки? Она пропала! О, она молодец! О, нет! Найтмер Мун! О, мои любимые пони! Давно я вас не видела, мои дорогие! Как поживаете, любители Солнца? Что ты сделала с нашей принцессой? О, смотри туда Нелли! Я для вас недостаточно хороша! Вы меня не узнаете? Игры продолжаются! А давайте играть! Может быть, ты и королева зла? Нет, ты черная воображ... Значит, после тысячи лет заточения моя корона не имеет никакой силы? Вы не понимаете, легенд? Вы что, не распознали знаков? Я читала, и я знаю, кто ты такая! Ты лунная пони! Найтмер Мун! Так, так, так... Хоть кто-то помнит меня... Значит, ты понимаешь, зачем я вернулась? Ты вернулась, чтобы... Чтобы... Запомните этот день, маленькие пони! Он был последним! С этого момента ночь будет длиться вечно! Продолжение следует... В предыдущей серии Элементы гармонии! Смотри, лунная пони! Это просто старая сказка! Может наступить вечная ночь! Нужно немедленно сообщить об этом принцессе! Я же сказала, что она сразу ответит! Моя дорогая искорка! В жизни молодой пони есть много радости, кроме чтения книг! Найди друзей! В этом городе все пони сошли с ума! Надеюсь, принцесса была права... Она пропала! О, нет! Найтмер Мун! Да-да-да! Милая пони, милая пони Милая пони Тебя так долго ждали мы Милая пони Молшебством своим весь мир разведи Искры смеха и добра От чистого сердца даришь нам Приключений с нетерпением ждешь И волшебством себе не ждешь Милая пони Давай скорее с тобой дружи Дружба это чудо Автор сценария Лорен Фауст Продюсер Сара Уолл Схватите ее! Только она знает, где принцесса! Прочь от меня! Возвращайтесь назад! Ночная мгла... Магия дружбы, часть вторая Куда она направилась? Мы должны ее остановить! Ты не спал всю ночь, Спайк Ты еще совсем малыш, в конце концов Элементы, элементы, элементы! Как я смогу остановить Найт Мир Мун без элементов гармонии? Что такое элементы гармонии? И вообще, откуда ты узнала о лунной пони, а? Ты что, шпионка? Успокойся, Салли! Никакая она не шпионка! Но она точно знает, что здесь происходит! Правда ведь, Искорка? Я читала предсказания о Найт Мир Мун Ее способны остановить лишь некие загадочные элементы гармонии Но я понятия не имею, что это и где их искать Я даже не знаю, как они действуют Элементы гармонии, справочное руководство Где ты это нашла? Это было в разделе... О! Существует шесть элементов гармонии Но известны только пять Доброта, смех, щедрость, честность и верность А шестой элемент не разгадан Говорят, пять известных элементов Находятся в древнем замке сестер пони Этот замок стоит там, где сейчас... Это вечно зеленом лесу! Ура! Пойдем! Не так быстро Послушайте, я вам благодарна за помощь Но я предпочитаю сделать все сама Не стоит, красавица! Мы не позволим нашему новому другу Отправиться в столь опасное путешествие в одиночестве Мы пойдем за тобой! Хорошо, если там будут яблоки с карамелью! Значит, никто из вас не бывал здесь раньше? Ах! Нет, конечно! Ты только оглядись! Здесь ужасно! Здесь все не настоящее Говорят, здесь все не так, как в Эквестрии И что это значит? Никто не знает А знаешь почему? Радуга, хватит! Потому что каждый, кто сюда входил Так отсюда и не вышел! А-а-а! Держись! Я иду! Эпплджек! Что мне делать? Отпусти! Ты спятила? Ничего подобного! Обещаю, ты будешь в безопасности! Но это опасно! Прослушай меня! Я говорю тебе только чистую правду! Пусти меня! И ты будешь спасена! А-а-а! Простите, девочки Я не привыкла носить ничего тяжелее пары кроликов Ой! Как только Пингипай и Рарити были в безопасности Я и Флоттершай были тут как тут И бабах! Мы поспели как раз вовремя Да, Радуга, поспели И я вам очень благодарна Но нам надо... Монтикор! Мы должны пройти мимо него А ну, прекрати, хулиганин! О, моя гриба! Стой! Стой! Их-хей! Вот так, напяся! Стой! Он без твой, подруга! Все, готово! Стой! Радуга! Все в порядке О, бедный, бедный малыш Малыш Сейчас, может быть, немножечко больно Попушай! Ой, да ты просто беззащитный котик Так ведь? Да? Все верно? Это точно! Как ты узнала о колючке? Я не знала Просто порой все мы должны делиться своей добротой с окружающими Моим глазам нужен отдых от всей этой неприятной грязи Но я же не буквально Эти древние руины могут быть прямо перед нами А мы их даже не узнаем и пройдем мимо Я не замечу тебя Прошу, прошу, не спеши Кажется, я на что-то наступила А, это просто грязь Да! А? Кинкки, что ты делаешь? Беги! О, девочки, вы разве не видите? Когда я маленькой была и вечер наступал Не говорите, что она собирается Кирпела во дворе земля и ужас подползал Собирается Смыряла под подушку, от страха хвост дрожал Но бабушка сказала, как я себя вести должна А как это надо? Давай в спинки веселой будь всегда Поверьте свой страх, нельзя в лицо сражилкам Они растают на глазах Ха-ха-ха! Вы страх мой родитель, смело закатите Во всём горло смеетесь, страх прогонит вместе Надо рассмеяться, чтобы не бояться Ты страху прикажи, успокоить темоданы Он оставит его в покое и не сможет напугать Нужно только страху в лицо захохотать Ха-ха-ха! Медиа! Медиа! Как там перебраться через лесу? О, что это за мир? Что за мир? Простите, сэр, а почему вы плачете? Ну, я не знаю. Я просто сидел здесь, занимался своими делами. А потом, откуда ни возьмись, налетела эта фиолетовая туча и... И стерла с моего лица половину усов. И теперь я выгляжу просто ужасно! Ой, сколько можно плакать. И все из-за этого пустяка? Это вовсе не пустяк. Как можно быть такой бесчувственной? Ты только посмотри на него. Посмотри, какая милая чешуя. Я знаю. У вас очень модная стрижка. Я знаю, знаю. И этот прекрасный маникюр. Чистая правда. И все это ничто без ваших чудесных усов. Чистая правда. Я жалок. Я просто не могу оставить без внимания столь дерзкое отношение к моде и красоте. Зачем ты это сделала? Рарите, что ты... Мои усы! Ах, как чудесно! Вы потрясающе выглядите. О, Рарите, твой роскошный хвост. О, все в порядке, дорогая. Короткие хвосты сейчас в моде. Кроме того, он очень быстро вырастет. То же самое с усами. Теперь мы можем идти вперед! Позвольте мне! Вот они! Руины, в которых хранятся элементы гармонии. Мы справились! Искорка, подожди на! Мы почти пришли! Что с тобой сегодня происходит? Что теперь? Неудача! О, да! Радунка! Кто там? Радунка! Я тебя не боюсь! Выйди на свет! Мы с Сергеем ждали приезда самого лучшего летуна во всей кресле. Кого? Тебя, конечно же. Правда? То есть... О, да, я! Эй, эм... Вы же сможете повторить то же самое молнием, правда? Дело в том, что я очень долгое время пытаюсь попасть в их группу. Нет, Радуга. Мы хотим, чтобы ты присоединилась к нам. Мы самая лучшая команда в Вечно Свободном Лесу. И скоро мы станем лучшей группой во всей Эквестрии. Но для этого нам нужен Капитан. Самый великолепный метатель молний. Ясно. Самый быстрый. Да. Самый храбрый на всей Земле. Да. Это все про меня? Нам нужна... Ты. Возьмите меня! Дайте мне разобраться с этим мостом, и мы обо всем договоримся! Нет! Либо мы, либо они! Радуга! Что ты там так долго? О, нет. Радуга! Не слушай их! Ну? Увы. Спасибо за предложение. Но, боюсь, мне придется отказаться. Ура! 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 Видишь, я бы никогда не бросила друзей в беде. Пойдем, Искорка. Ты разве не этого искала? Элементы гармонии. Мы их нашли. Осторожно! Осторожно! Один, два, три, четыре... Их всего пять! А где шестой? В книге написано, когда пять элементов находятся вместе, Искра покажет шестой. Что же интересно это значит? Я не уверена, но у меня есть идея. Отойди. Я не знаю, что может произойти. Все за мной, ей нужно сосредоточиться. А-а-а! 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 Искорка! Элементы! Нет! Где она? Где? Где? Искорка! Искорка! Где ты? Смотрите! Пойдем! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Это шутка? Ты шутишь, да? А-а-а! А-а-а-а! Всего одна искра! Ну, давай же, давай! А-а-а! А-а-а! Нет! Нет! Но где шестой элемент? Вы все глупцы. Думаете, вы сможете меня победить? Теперь вы точно не увидите ни свою принцессу, ни солнце. Ночь будет длиться вечно! Исса, держись! Мы идем! Ты думаешь, что сможешь так просто уничтожить элементы гармонии? Что же, ты ошибаешься, потому что духи элементов гармонии находятся здесь! Что?! Эпплджек, внушившая мне надежду, когда я засомневалась, воплощает дух честности! Флаттершайп, которая смогла укротить Монтикора сочувствием, воплощает дух доброты! Пинки Пай, которая взглянула в лицо своему страху и посмеялась над ним, воплощает дух смеха! Рарити, которая подбодрила расстроенного змея, сделала ему хороший подарок! Воплощает дух щедрости! А радуга, которая не бросила своих друзей ради собственной выгоды, воплощает дух верности! Духи этих пяти пони помогли нам справиться со всеми испытаниями, которые ты для нас подготовила! Но у вас все еще нет шестого элемента! Искра не сработала! Сработала! Это другая искра! Я почувствовала ее в тот самый момент, когда поняла, как я рада слышать вас! И видеть! И насколько вы мне небезразличны! Эта искра зажглась во мне, когда я осознала, что вы все... Мои друзья! Видишь ли, Найтмэр Мун, искра, живущая в наших сердцах, способна зажечь элементы и создать шестой элемент! Элемент магии! Ой, моя голова... С вами все в порядке? Невероятно! О, Рарити, он очаровательный. Знаю, я с ним больше никогда не расстанусь. Нет, ты посмотри на ожерелье. Оно выглядит в точности, как твой знак отличия. О! И твое тоже. Посмотрите на меня, посмотрите! О, да! Искорка, я думала, ты пытаешься обмануть лунную пони. Но теперь я понимаю, что мы действительно представляем элементы дружбы. Это чистая правда. Принцесса Селестия! Искорка, моя верная ученица. Я знала, что ты справишься. Но вы сказали, что это всего лишь старые выдумки. Я же сказала, что ты должна завести друзей. Больше ничего. Я видела знаки возвращения лунной пони. И я знала, что в твоем сердце есть магия, чтобы победить ее. Но у тебя бы ничего не вышло без друзей. У меня есть еще одна просьба. У меня есть еще одна просьба. Лунная пони. Я уже тысячу лет тебя не видела. Пора остановить все наши разногласия. Мы должны править страной вместе, моя маленькая сестра. Сестра? Ты примешь мою дружбу, сестра. Прости меня. Я так сильно по тебе соскучилась, сестричка. Я тоже скучала. Знаете, что все это значит? Вечеринка! Ты почему такая грустная, моя ученица? Разве ты несчастлива, что выполнила задание и можешь вернуться к своей учебе в Кантерлот? Вот и все. Стоило мне понять, как хорошо быть с друзьями, как мне приходится покидать их. Спайк, запиши, пожалуйста. Я, принцесса Селестия, приказываю единорогу Сумеречной Искорки тщательно изучить свою новую миссию для Эквестрии. Она должна продолжить изучение магии дружбы. И еще сообщать мне о всех новостях из своего нового дома в Понивилле. О, спасибо, принцесса Селестия. Я обещаю, что буду учиться как можно усерднее. Да! Вот так, это не здорово. Ты рада? Я счастлива. Я никогда так не радовалась, но было несколько моментов. Но если честно... Нет. Нет. Сердечно благодарна тебе, Искорка, за помощь. Могу поспорить на что угодно. К обеду я соберусь, лить и яблоки в корзину. Если я выиграю, то Большой Маки пройдет по центральной улице в бабушкином поясе. Мне совсем не сложно, Эпплджек. Но я рада, что мы закончим к обеду. А то от этой работы я уже проголодалась. Я знаю. Спайк, пожалуйста. Ты сидишь на моей шее с самого утра. Точно! Вы слишком долго работаете. Я пропустил свой обед. Я думаю, нам надо перекусить. Нет. Червяк. Спайк. Выглядит очень аппетитно. Спайк. Что? Письмо от принцессы Селестии. Послушайте меня. Ее королевское величество, принцесса Эквестрия Селестия, рада сообщить вам о предстоящем Валик-Гала-концерте в наипрекраснейшем городе Кантерлот. Праздник состоится 21 числа. На-на-на-на. С гордостью вручаю приглашение сумеречной историки плюс один гость. Грандиозный балкал о конце! Милая пони, милая пони, Милая пони, Тебя так долго ждали, Милая пони, Волшебством своим весь мир разведи. Искры смеха и добра От чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь, И волшебством в себе не вздешь. Милая пони, Давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо! Автор сценария Лорен Фауст. Грандиозный балкал о концерте! Продюсер Сара Уолл. Два пригласительных билета. Ух ты, здорово! Я никогда не была на балах. А ты, Спайк? Нет. И я хочу, чтобы все... Приглашение на бал. Я не люблю все эти девчачьи эмоциональные праздники. Да ладно тебе, Спайк. Танцы никому не повредят. Не повредят? Танцы – это великолепно! Я с удовольствием пойду. Точно! Если бы я собрала эти яблоки, Все пони ели бы их до самого вечера. Ты можешь себе представить, Какое дело я могла бы организовать В этой яблочной долине? Мы могли бы зарабатывать много денег. И тогда мы смогли бы заменить эту крышу. А большой мафе купил бы себе новый плуг. А бабуля Смит смогла бы вылечить ноги. Я все, что угодно готова отдать, Чтобы попасть на этот праздник. В таком случае не хотела бы ты... Вы говорите о грандиозном бале-гала-концерте? Ничего себе! А мне ты сказала, Что слишком занята, Чтобы собирать яблоки. Чем ты занималась? Шпионила? Нет. Я решила немного поспать. А потом случайно услышала, Что у тебя есть пригласительный. Да, но... Да! Это потрясающе! Чудо-молнии каждый год Выступают на этом празднике. И я смогу их увидеть! Каждый пони будет смотреть на небо, Любоваться их выступлением. И в этот момент в небе появится радуга. Я смогу покорить всех не хуже чудо-молнии. Ура! Я покажу всем, на что способна! Я покорю всех зрителей! И финал моего выступления будет потрясающим! Все удивятся! Чудо-молнии сами меня будут уговаривать присоединиться к ним. Они сочнут за честь выступать вместе со мной. Ты не понимаешь меня, Искорка? Может быть, это будет мой единственный шанс! Возьми меня с собой! Эй! Подождите-ка минуточку! Ху! Я первая попросила билет! Ну и что? Это не значит, что билет твой! Ах так! Тогда я вызываю тебя на борьбу копытами! Победитель получит билет! Девочки пригласительные мои! И я буду решать, кому они достанутся! Билет должна получить та, у кого более веские на то причины! Согласны? Я хочу наладить дела на ферме! А у меня появится шанс поступить в группу молний! Деньги, чтобы помочь бабуле! Исполнение мечты! О нет! У вас у обеих есть веские причины! Послушайте, я проголодалась! Не знаю, как вы, но я не могу принимать серьезные решения, на пустой желудок! Я подумаю над этим во время обеда, а потом скажу о своем решении! Согласны? Ладно! Итак, кому ты отдашь билет, Искр? Не знаю, Спайк! Но я совсем не могу думать на голодный желудок! Где мы будем ехать? А-а-а! А-а-а! Летучие мыши! Они на мне! Помогите! Стойте! Это не... Или это на грандиозный балл! Гала-концерт! Это самое великолепное, потрясающе, невероятное, сногсшибательное, умопомрачительное, волшебное, прекрасное, изумительное, головокружительное, вечеринка во всей Днестре! Я увиди, так мечтала, грандиозный концерт! Лучше праздничного бала, ничего в мире нет! Хип-хип! Ура! Ничего в мире нет! Для Минки! Ура-ура! Я должна была попасть сюда! Эти потрясающие декорации, яркие цветы, игрушки, подушки! И какие угощения! Сахар, сладости, фрукты и конфеты! А еще я смогу играть в мою самую любимую игру! Приколи, пони-гвоз! Я увиди, так мечтала, грандиозный концерт! Лучше праздничного бала, ничего в мире нет! Невероятно, чудесный, яркий, интересный, самый лучший праздник в нашей стране! Ви-и-и! Спасибо тебе, Искорка! Это самый великолепный подарок в мире! На самом деле... Это то, о чем я подумала! Да-да-да! Искорка берет меня на грандиозный бал-галак-концерт в Кантерлоте! Концерт! Я готовлю выступления для этого события каждый год! Но меня еще ни разу туда не приглашали! О, культурное общество! Все это для меня! И я думаю, что именно там мне суждено встретить... Его! Его! Кого? Его! На концерте я буду танцевать, а все будут думать, кто это загадочная пони! Они даже не догадаются, что я самая обычная пони из пони Вилля! А, если меня пригласят на прием к самой принцессе Селестии, я произведу настоящий фурор! И принцесса настолько впечатляет моя красота и манера, что она познакомит меня с ним, своим племянником! Он самый красивый, элегантный, единорог в Кантерлоте! Наши взгляды встретятся, и сердца растают! Мы будем самой красивой парой! И он сделает мне предложение копыта и сердца! И я, конечно, скажу да! У нас будет королевская свадьба, а я стану принцессой, потому что выйду сам муж за принц! Это самая заветная мечта, и она должна сбыться! Искорка, я не могу поверить, что ты позовешь Пинки Пай вместо меня! Она просто хочет повеселиться, а я встречу любовь всей моей жизни! Ты не можешь так поступить! Эй! О, да! Они прекрасны! Послушайте, я еще не решила, кому отдать второй пригласительный билет! Не решила? Прости меня, Искорка! Я хотела бы задать тебе один вопрос, если ты не возражаешь. Ты еще никому не отдала второй билет? Ты тоже хочешь пойти на бал? О, нет. То есть... Да, ну, что-то в этом роде. Видишь ли, дело не в самом торжестве, а в саду, который окружает замок. Говорят, цветы, растущие в нем, самые прекрасные, самые ароматные во всей Эквестрии. В праздничную ночь все растения в саду будут свисти. Флора моя страсть. Не говоря уже о фауне. Там есть гагары, туканы и мысли. О, чудо! Там портают калибри и палют коньяки. Там водятся голубые сойки, красные сойки, зеленые сойки, розовые сойки. И фламинга. Конечно, Флотершай, это все звучит прекрасно. Подождите-ка минуту. Радуга, ты что, следила за мной? Нет, то есть да. То есть может быть. Послушай, это не важно. Я не могу рисковать своими подковами, как ты, не отдавая билет кому попало. Подожди, еще одну минуту. Эппл Джек, ты тоже за мной следила? Нет. Я следила за ней, чтобы она не сделала ничего за моей спиной. Все еще пытаешься забрать мой билет? Твой билет? Но Искорка выберет меня. Меня. Я не могу рисковать свой билет. Я не могу рисковать свой билет. Я не могу рисковать свой билет. И я, я хочу пойти на этот билет. Нет, я, я хочу пойти на этот билет. Тихо. Я ничего не объяснила. Ты что, не в себе? Девочки, прекратите ссориться. Но Искорка... Все, это мое решение. И я сама должна его принять. Но я не могу сконцентрироваться в этом шуме. Не говоря уже о голоде. Уходите прочь. Брысь. Ну, что ж. Ну, как наоборот. Все равно я пойду. И не волнуйтесь, я приму решение. Как-нибудь. О, Спайк, что же мне делать? У всех моих пяти подруг есть веские причины, чтобы пойти на бал. Эпплджек или Радуга. Пинки Пай или Флаттершай Рарити. Ой, кого же выбрать? Вы приняли решение. Я не могу выбрать! Искорка, он хочет принять заказ. О. Я бы хотела бутерброд с лютиками и маргаритками. У вас есть трубины? Нет? Ладно. Тогда я буду жареная, хрустящая и сеном. А ты что думаешь, Спайк? Думаю, нам стоит пойти в другой ресторан. Я люблю траву, но что плохого в том, чтобы внести в меню несколько камней? Я говорю о празднике. Кого мне выбрать? А, ты все еще про это. Спайк, послушай меня. Как мне выбрать? Если я выберу кого-то, остальные на меня обидятся. Понимаешь, я даже готова отдать им свой билет. Но тогда все равно останется три обиженных пони. Что же, если я... Вот ваша еда. О, спасибо. Выглядит аппетитно. Уверена, что после еды я смогу мыслить лучше. Мадам, вы будете обедать под дождем? Дождя нет. Что здесь происходит? Привет, моя самая-самая лучшая подружка в мире. Наслаждаешься едой в солнечный день? Радуга, что ты здесь делаешь? Ты о чем? Просто я увидела, как самая красивая пони собирается обедать под дождем. Вот я и подумала, что могу разогнать тучи, чтобы ты могла спокойно поесть. Вот и все. Радуга, ты ведь не пытаешься заработать дополнительные очки, чтобы получить билет на концерт? Ведь так? Я? Нет, нет, конечно нет. Ага. Ну что ты, я бы сделала это для любого другого пони. Радуга, мне неудобно такое внимание к себе, поэтому я настаиваю, чтобы ты оставил эту тучу в покое. Ладно. как-то лучше. Искорка, дуще идет. Нет, правда. Пойдем со мной, пока ты не простудилась. Ой, Рарити, прости. О, нет, все в полном порядке. В конце концов, мы с тобой самые лучшие подружки, правда же, Искорка? А ты знаешь, как поступают лучшие подруги? Ау. Преображение! Правильно? Ой, это не очень... Спасибо тебе, но... слишком туго. Вот, ты просто очаровательна. О, да, выглядит неплохо, да? О, Спайк, ты прямо как юный Денди, истинный джентльмен. Оторожно! О, шляпа. Фу, я же говорил, что мне не нравятся все эти девчащие фокусы. Увидимся в библиотеке. О, да кому он нужен? Сейчас все дело в тебе и в том, как прекрасно ты будешь смотреться на балу. Стой, на балу? О, невероятно! Какое совпадение! Совершенно случайно мой костюм идеально подходит к твоему. Мы с тобой прекрасно будем смотреться. Все будут пытаться с нами познакомиться, мы очаруем их, и тогда все узнают, что самое прекрасное, самое талантливое, самое тонченое пони-единорог во всех их местах это Рарити! и искорка, конечно же! Я поняла, что здесь происходит. Ты пытаешься задобрить меня, чтобы получить билет на бал, но ничего не выйдет. Тебя придется подождать моего решения, как и всем остальным. А теперь, извините меня, я уже долгое время никак не могу пообедать. Здесь кто-то сказал обед? Вы что издеваетесь? Могу предложить яблочный пирог, яблочные оладьи, яблочные тортолетки, яблочные клюцки, яблочные криспы, яблочные крошки и коричневый яблочный торт. Десерт, от которого ты не откажешься. Это значит да? Нет или нет? Я еще не знаю, кому отдать пригласительный билет, а ваше поведение не облегчает мою задачу. Если честно, сейчас мне еще сложнее, чем утром. Значит, может быть? Ой, никогда не думала, что внимание может быть столь навязчивым. Ой, Латершай, только не ты. О, привет. Искорка. Надеюсь, ты не против. Мы решили устроить здесь небольшую весеннюю уборку. Сейчас лето. Ну, лучше поздно, чем никогда, правильно? Это не моя идея. Ты ведь не за билеты это делаешь, да? О, нет. Я делаю это лишь потому, что ты моя самая лучшая подруга. Так ведь, Энджел? О, да, мы делаем это ради билета. Нет, нет и нет. Это все очень мило с вашей стороны. Спасибо и тебе, Энджел. Но я не приму ваших подарков до тех пор, пока не приму решение. Пожалуйста, все, уйди, сюрприз. Искорка мой самый лучший друг, мой друг. Нет ее у меня нежней, добрей вокруг, вокруг. Устрою праздник самый лучший на земле, земле. Она подарит приглашение мне. Бенгель. Ой. Да, Искорка. Ты знаешь, остальные пони хотя бы молчали о билете. Стой, какой билет? Какой билет? Мы не знали, у Искорки есть лишний билет на грандиозный бал Гала-концерт. Грандиозный бал Гала-концерт? Что это там? Да, как же это? А вам не нужна помощь в саду? А у меня есть целая тележка морковки. Я на грандиозный бал Гала-концерт. Пойдем, пожалуйста, я не думаю, я не думаю, я не думаю, байк. Мы должны сбежать! ГУДА-концерт. ГУДА-концерт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В следующий раз предупреди меня. Я же не знала, что все так будет. Быстро закрой двери. Фу. Я не могу решить! У меня не получается. Этот балл важен для всех вас, и я не хочу никого обидеть. Но ваши подарки и внимание не облегчают мою задачу. Вы все мои друзья, и я хочу порадовать каждую из вас, но я просто не могу. Искорка, пойми, я не хотела на тебя давить. Если тебе это поможет, то мне не нужен билет. Отдай его кому-нибудь другому. Я не обижусь, обещаю. Мне тоже не нужен. Я ужасно себя чувствую из-за того, что мы расстроили тебя. И я тоже. Нехорошо расстраивать своих друзей. Искорка, нельзя было давить на тебя, так как это сделала я. Да, это значит, что билет мой. У меня есть билет, билет мой. Хотя, знаете что, я не отрепетировала свои движения для молнии. Мне тоже не нужен билет. Мы все перестарались с этим праздником. И даже не заметили, как сильно тебя обидели. Прости нас, Илья Костом! Спайк, записывай. Дорогая принцесса Селестия, я поняла, что самое важное в дружбе, это делиться всем хорошим, что у тебя есть. Если тебе нужно выбирать между друзьями, то кто-то из них может обидеться. Я очень благодарна вам за приглашение, но, к сожалению, я вынуждена вернуть оба билета на бал Гала-концерт. Что? Если мои друзья не могут пойти, тогда я тоже не пойду. Искорка, не нужно этого делать. Нужно. Я приняла решение. Спайк, отправляй письмо. Теперь ты тоже не пойдешь на Гала-концерт. Все в порядке, девочки. Я все равно не смогла бы там повеселиться без своих лучших подруг. Ну надо же, Спайк! Ты прямо как маленький. Не можешь совладать со своими чувствами. Письмо от принцессы? Так быстро? Моя преданная ученица Искорка, почему ты мне этого сразу не сказала? Шесть приглашительных на грандиозный бал! Теперь мы пойдем все вместе! Позволь нам гостить тебя ужином. Прекрасный способ извиниться. И отпраздновать! Пойдемте! Сменяки от сын! А почему мне не достался приглашительный? И один для тебя, Спайк. То есть... Ой, мне тоже придется идти. Ну надо же! Здесь для меня много работы. Я никогда не видела так много яблок в одном месте. Да, слишком много для тебя одной. Давай, старший брат. Ты должен отдохнуть и собраться. Меня еще никогда не пугала работа в саду. Ой, прости. В конце рабочего дня я отведаю немного яблок. Вот и я боюсь, что ты съешь больше яблок, чем собьешь. Ты что, хочешь сказать, что я мало работаю копытами? Да. Ну почему ты так? Я же твоя сестра, Эпплджет, не узнаешь? Я самый твой верный друг. На меня можно положиться. Но, к сожалению, ты всего лишь пони. В моем сознании одна пони и тонны яблок не очень сочетаются. Не умничай! Я же сказала, что справлюсь с этим урожаем. Вот увидишь, я докажу тебе это. Я сорву с этих деревьев каждое яблоко и соберу весь урожай сама. Продолжение следует... Дружба это чудо! Автор сценария Лорен Фауст Продюсер Сара Уолл Что ж, пора приступать к работе. Ведь яблоки сами с деревьев не попадают. Ой! О, нет! Бежим! Сбор урожая Ю-ху! 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 Вперед, вперед! В другую сторону, Вайнона! Сделай их, давай! Ю-ху! А-а-а! Это самая лучшая Роделла! , уж вам в моей жизни! С-сссс! Впять! Всё, тётик, поворачивай! Войну нам, давай! Ха-ха! Есть! Молодец! Вот так! Ну, и что это было? О! Прошу прощения, Эпплджек, но Риэла увидела одну из неприятных змей. И это не на шутку напугало всех нас. Конечно, я всё понимаю. Просто в следующий раз постарайтесь не разрушить понивиль. Конечно же, Эпплджек. Пока, Войнона! Еху! Оседлай из пони-компай! Эпплджек, просто... просто... Фантастика! Точно! Поблагодарим Эпплджек за то, что она, собственно, копытно спасла весь город. Нам нужен праздник! Все готовы? Осталось одна вещь. Вот теперь готовы. Эпплджек готова. Если честно, я её всю неделю не видела. С того самого дня! Но она точно здесь будет! Эпплджек никогда не опаздывает! Добро пожаловать всем! Мы собрались здесь сегодня, чтобы поблагодарить одну мужественную пони, на которую можно рассчитывать в любой ситуации. Пони, я преданная! Скажите, никто не заметил Эпплджек там? Она просто атлет! На этой неделе она поможет мне с моим новым трюком! И я уверена, это будет потрясающе! Точно! И... На этой неделе я впервые буду участвовать в кулинарном состязании! И как это связано с Эпплджек? О! Эпплджек прекрасно готовит! И она мне поможет! Эпплджек всё делает лучше всех! Вы все сможете попробовать! Ура! Ясно! Это здорово! А сейчас я бы хотела высказаться, но чтобы меня не переби... Искорка! Что? Искорка, прости, но я просто хотела сказать, что Эпплджек также будет помогать мне считать кроликов на этой неделе. Мы будем считать кроликов, которые родились в этом сезоне. Знаешь, у Эпплджек просто выдающиеся способности. Но кто ещё? Кто ещё? Никто! Что ж, и так я пыталась сказать... Неважно! Итак, все уже высказались, а сейчас я воспользуюсь своими полномочиями, чтобы вручить награду нашей почётной гости как самой надёжной и смелой жительнице Пони Вилля, самый верный друг всех обитателей Пони Вилля... Эпплджек! Это потрясающе! Это потрясающе! Это... награду, и она... Она такая яркая и блестящая! Я смешно выгляжу! Эпплджек, спасибо за то, что спасла нас всех в тот ужасный день, и за то, что ты наша подруга. Да, я люблю помогать своим друзьям. Друзьям... Ещё такое... Да, спасибо! Только мне показалось, что Эпплджек была немного... Уставшей... Сонной... Странной... А вы... Видели её грибы? А по-моему, всё в порядке! У-у-у! У-у-у! Хм... Что вытворяет Эта Пони? Эй, Эпплджек! 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 Как дела, Искорка? Что это всё такое? Сезон сбора яблок! Какой-какой сезон? В нашей семье это называется сезон сбора урожая. Мы собираем яблоки с деревьев, чтобы потом продать их. Но почему ты работаешь одна? Потому что Большой Маки поранился. А как же все эти родственники, которых я встретила, как только приехала в Пони Виль, они помогут? Они были здесь на семейном празднике. Но мы все живём в разных городах. И сейчас они собирают урожай у себя дома. Поэтому я осталась одна. А это значит, что мне пора приступить к работе. Пора. Пора браться за работу. Ясно. Ты не могла бы отойти, Искорка? Уже отошла. Эпплджек, ты плохо выглядишь? Не стоит беспокоиться обо мне, у меня всё отлично. Тебе нужна помощь. Помощь? О нет, я сама справлюсь. Но ты ни за что не справишься со всем этим одна. Я не поняла, это что вызов? Эм, нет. Что ж, я всем докажу, что смогу справиться. А теперь извини меня, мне нужно собирать яблоки. Наконец-то. Прости меня, пожалуйста, радуга. Я была занята сбором урожая. Я на секунду закрыла глаза, а когда проснулась, поняла, что опоздала. О каком трюке ты говорила? Видишь это устройство? Да. Так, я встала на один конец. А ты будешь прыгать с платформы. Тогда я взлечу намного быстрее, чем взлетала бы своими силами. Как только я окажусь в небе, я сделаю такие трюки, что чудо-молнии не смогут меня не заметить. А разве это не опасно? Не для пони, которые умеют летать. Ну тогда отлично. Ой. Готово? Один, два, три. Ой. Э-э-э, может я неправильно выразилась? Ты должна прыгнуть на эту доску. Ясно. Ой. Эпплджет, что здесь происходит? Я думала, что это самый лучший атлет во всем пони-вилле. Так и есть. Все в порядке. Правда, у меня есть идея. Смотри. Та-дам. О, может и нет. Ладно, еще одна попытка. Я уверена, у нас все получится. Му-му-му-му. Му-му-му. Ха-ха. Начинаю. Му-у-у-у-у. Му-у-у-у. Эпплджек? Да! Эпплджек, мы можем поговорить? Эпплджек, давай поговорим. Пчелы могут ужалить? Думаю, что нет. Нет, мы можем поговорить. 20 стебельков, фасоль или сельдерей? Нет, я хочу с тобой поговорить. Ага, ты хочешь в зоопарк? Ну так иди, тебя никто не держит. Я хочу поговорить с тобой. О, что ж ты сразу не сказала? О чем ты хочешь поговорить? Радуга приходила ко мне сегодня повидаться. Она ведь живет недалеко от тебя. Да, кроме того, она врезалась в мой балкон после того, как ты подбросила ее воздух. Ах да, я сегодня утром была сама, не своя. Все потому, что ты слишком много работаешь, тебе нужна помощь. Что? Плющ? Мне не нужен плющ. Я не люблю плющ. Помощь! Нужна помощь! Все прекрасно, Искорка. Я докажу тебе это. Я всем докажу. Я сама со всем справлюсь. Пай! Теперь извини меня, но я должна помочь, Пинки Пай. Итак, Пинки Пай, ты уверена, что готова печь кексы и руководить магазином сегодня? Конечно, миссис Пирожок. Тем более, обладательница награды Пуни Виля будет мне помогать. Она лучшая в мире пекарь. Так, Эпплджек? Я права, Эпплджек. Нет, ты не лучший в мире пекарь. Что? О, нет, не стоит беспокоиться. Я могу успеть все, что угодно, даже с закрытыми глазами. Ах-ха-ха. Ладно. Тогда до встречи, девочки. Хватит валять дурака. Пора приниматься за дело. Прекрасно. Я принесу сахар и яйца, а ты принеси шоколадную стружку. Э, что ты сказала? Шоколадную стружку. Стружку? Ясно. Картофельную стружку. Соленую и подсушенную. Ну, ладно. Что дальше? Идеальная сода. Сода? Идеально. Она сделает картофельную стружку вкусной и сочной. Что теперь? Стакан муки, а? Стакан кислоты? Что же, лимон очень кислый. Кислота на подходе. Что еще, Пинки Пай? Осталось последнее. Раскипшеница. Червяки. О, может быть, любителям червяков это понравится? Должно быть очень вкусно. Ну, если ты так считаешь. Дегустация бесплатных маффинов. О, я рады. Дегустация кексов. Разбирайте, пока горячим. Мы пришли, как только услышали. Спасибо, Искорка. Нам нужна любая помощь. О, нет. Что случилось? Что-то произошло с выпечкой. Нет. Это не выпечка. Это недоразумение. Эпплджек. Эпплджек. Ты хочешь? Эпплджек, нам надо поговорить. А, кто? А, это ты, Искорка. Я знаю, что ты хочешь сказать, но ответ все тот же. Нет. Я не хочу тебя обидеть, но тебе нужна помощь. Это твое мнение. Мне не нужна помощь. Позволь помочь тебе. Помочь? Нет, спасибо. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот и все. Я докажу, что смогу справиться с этими яблоками. Давайте. Яблоки. Падайте вниз. Эпплджек, по-моему, ты трясешь неживое дерево. Я знаю. Вообще-то, Эпплджек, я хотела поговорить с тобой о другом. Я только что была в срочной помощи пони Виа. Знаешь, Искорка, сейчас не лучшее время для лекций. Если ты позволишь мне помочь... Нет, нет, нет. Ну, сколько еще можно повторять? Мне не нужна ни от кого никакая помощь. О, это пони упрямо как ослик. Не обижайся. Конечно. О, Эпплджек, спасибо большое за то, что ты поможешь мне в ежегодном подсчете кроликов. Ух, зачем нам это делать? Ну, понимаешь, родилось очень много кроликов. Моя задача состоит в том, чтобы подсчитать всех новорожденных. Хорошо. Давай приниматься за дело. Конечно. Но запомни, мы имеем дело с кроликами, а не с коровами. Они нежные, с ними нужно обращаться бережно. Мне не нужны твои указания или лекции. Так, Вайнона? Итак, малютки-кролики, мне нужно, чтобы вы все собрались в центре. Правильно. Вперед, кролики, все в центр. Прыгайте быстрей. Еще быстрей. Собирай их, Вайнона. Эпплджек, Вайнона, стойте. Вы их пугаете. Мы знаем, что делать. Собирайтесь, малютки. О, нет. Бежим! Останься! 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 О! Кошмар! Какой кошмар! Это было ужасно! Кошмар! Ужасное событие! Ничего не понимаю Наши сады разрушены Уничтожен каждый цветок Это все Они Ну же, пожалуйста, остановите этих кроликов О нет, пожалуйста, пойдемте домой Нет-нет, пожалуйста, домой Хорошо, пора это прекратить Надо работать Дальше осталось чуть-чуть Закончить сбор урожая Послушай, Эпплджек Сбор урожая нанес вред не только тебе Ты навредила многим единорогам И напугала тысячи совсем маленьких кроликов Я не хочу услышать твоих отговорок Тебе нужна помощь Это неправда Смотри, я справилась Я собрала все эти яблоки Без чьей-либо помощи Ну и как тебе эти яблочки? Ну а как тебе эти яблочки? Ну, я... Так получилось как-то Вот... Эпплджек 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 Что? Ладно, хорошо, ты в порядке Послушай, Эпплджек, поверь Я уважаю твою отзывчивость Ты всегда готова помочь всем, кому нужна помощь Может быть, ты забудешь свою гордость И позволишь верным друзьям помочь тебе? Ладно, Искорка Я не прямой нет в качестве ответа Что? Да, Искорка Да Пожалуйста, мне нужна твоя помощь Дорогая принцесса Селестия Моя подруга Эпплджек Лучший друг, которого только можно пожелать Она всегда готова прийти на выручку Беда лишь в том, что ей самой тяжело принимать помощь от друзей Гружба заключается не только в том, чтобы помогать близким Нужно уметь принимать то, что друзья предлагают тебе Ваша верная ученица Сумеречная Искорка Может быть, мы все вместе сделаем перерыв Выпьем яблочный сок Девочки, спасибо вам большое за вашу помощь Я вела себя немного упрямо Немного? Ладно, очень упрямо И мне ужасно жаль Я знаю, город оказал мне честь, наградив меня Но моя самая большая награда Иметь таких друзей, как вы Фу Из-за сбора урожая я жутко проголодалась У меня есть прекрасное угощение Фу, Спайк, я их выбросила Откуда ты их взял? Из бака для мусора Фу Совсем немного испачкались Да ладно вам Фу, Кошка Ой, мужик, мужик Игра в копытце, это было здорово Она была, как настоящая суперзвезда Взлетала все выше и выше А потом прилетела радуга в жих И прежде чем коснуться земли, она спустилась врум Ага А потом она витала вокруг, вот так У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Ага Фу Радуга Ой, Пинки-пай, только не снова Радуга! Пинки-пай, не сейчас Ну, ну, Радуга! Я на пути к чему-то великому Я сказала, не сейчас Я хотела сказать тебе, берегись, Гарри Милая пони, милая пони Милая пони, тебя так долго ждали Милая пони, волшебством своим весь мир освети Искры смеха и добра От чистого сердца даришь нам Приключений с нетерпением ждешь И волшебство в себе несет Милая пони, давай скорее с тобой дружим Продюсер Сара Уолл Привет, я ищу Радугу, вы ее не видели? Привет, я ищу Радугу Фу, чуть не попалась Привет! Привет, я ищу Радугу Фу, я хочу попросить об удалжении. А-а-а! Ох, ладно. Я обещаю, будет очень весело! Ладно. Сейчас направо. Нет-нет, немного налево. Стоп, опять направо. А теперь немного левее, продолжаю двигаться направо. Стоп. Может, немного южнее. А теперь пару сантиметров на север. А теперь один сантиметр на... Пинки-пай! То есть, идеально. Теперь жди моего сигнала. Ой, Радуга, мы напугали Спайка на икоты!!! А-а-а... Молодец, Пинки, Пайк! Ты всегда была быстраей для меня! О- нет, мы не подписались! Не, не говори глупостей, драконы всё вынесут. Ладно, хорошо. Надеюсь, эта икота скоро пройдёт. Ты видела что-нибудь смешнее? Я кое-что придумала. Я никогда не считала тебя шутницей, Пинки Пай. Ты, серьёзно, мне нравится шутить? Это всё очень весело, а Пинки Пай любит веселиться. Знаешь что, Пинки Пай, ты не такая скучная, как я думала. Хочешь повеселиться? Это было! Я бы хотела... Когда... Когда ты... Да просто кивни уже. Угу. Хочешь! Да, что я не знаю. Пока тут она... Я не знаю. Это будет потрясающе! А вот она. А-а-а-а-а! Апч-три! 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 Хи-хи-хи-хи! Ах! Что это такое? А? Ха-ха-ха! Ау-ау-ау! Там кто-нибудь есть? Нас с кем будем подшучивать? Флаттершай! Что? Фу! Нет-нет-нет-нет-нет! Мы не можем шутить над Флаттершай! Она очень чувствительная, мы можем её обидеть даже самой безобидной шуткой! Да, ты права! Нам нужен другой объект, более стойкий! Так, кто же это будет? Ой! Стой! Я кое-что придумала! Самая стойкая! Здорово! Кто это? Кто? Я её знаю! О, да! Вы очень близки! Отлично, Пинки Пай! Можешь радоваться, Радуга! Сегодня мы с тобой повеселимся на славу! О-о-о! Доброе утро, Пинки Пай! Джилда – это моя подружка Пинки Пай! Привет! Как дела? Пинки – это моя подруга Грифон Джилда! Кто такой Грифон? Наполовину орёл, наполовину лев! Всё прекрасно! Ха-ха-ха-ха! Да, точно! Джилда – моя лучшая подруга с тех пор, как я училась в лётной школе! Эй, ты помнишь песню? А то! Они заставляли нас петь её каждое утро! Я никогда не смогу забыть эти слова! Итак… О-о-о! Только ради тебя! Летуны быстрее всех! Наша гордость – наш успех! Летуны взмывают верх! Летуны быстрее всех! Это было потрясающе! Я придумала одну классную шутку! Джилда, ты с нами? Ха! Я никогда не прочь подшутить над кем-нибудь! Но, Радуга, ты обещала мне сегодня полетать вместе! Да, конечно! Пинки Пай, ты ведь не против, правда? Джилда только прилетела! Давай увидимся позже! О-о-о! Конечно! Без проблем! Веселитесь! Я присоединюсь! Ой! Без проблем! Музыка! ё-о-о! Ой! О-о-о! Эта была здорово! Как в старые времена! Да, только быстрее! А теперь что? Привет! Время прошло! И я здесь! Пинки-пай! А ты шустрая! Радуга, а у нас достаточно сил, чтобы долететь до того облака? Серьезно? А ты молодец! Один, два, три, вперёд! Я победила! Но нет уж, я победила! Не может быть! Может! Не спорь, я была впереди тебя! Это мечты! Тебе меня никогда не поверили! Ах ты, девочки, вы были почти равны! Но мне кажется, Радуга была немного быстрее! Совсем чуть-чуть! Одну маленькую капельку! Ха-ха! Видишь, хорошо, что Пинки-пай оказалась здесь и сказала правду! Ладно, Радуга, последние состязания! Нас ждёт ещё одно облако! Вперёд! По-моему, на большой высоте у тебя кружится голова! Радуга, у тебя есть какие-то новые фигуры, которые ты можешь показать? Или ты летаешь по-старому? Новые фигуры! Отдохни пока, Джинда! Сейчас будет нечто! Эй, Пинки, иди сюда! Что? Не знаешь, что нужно уходить, когда твоё присутствие не требуется! Радуги не следует общаться с такой, как ты, когда рядом есть я! Ты мешаешь нам, Пинки-пай! Оставь нас! Посмотри-ка на это! Эй, а где Пинки-пай со своей чудо-конструкцией? О, она исчезла! Кажется, она сказала, что у неё много дел! Пинки-пай, подруга Радуги действительно такая злюка, какой ты её описываешь? Да! Она постоянно уводит Радугу, лопнула мои шарики! А ещё она мне сказала, чтобы я исчезла! Я никогда не встречала такого злого Грифона! Хотя, вообще-то, я никогда не встречала Грифонов! Но если бы и встретила, то не таких злых, как Джильда! Знаешь, о чём я думаю, Пинки-пай? О чём? Ну, я думаю, ты ревнуешь! Ревную?! Позеленела от ревности, но в твоём случае порозовела! Ну, конечно, ревнуешь! Послушай, Пинки, я не хочу тебя расстраивать, но если у Радуги есть ещё одна подруга, это не значит, что Джильда злая! Я хочу сказать, что тебе стоит изменить своё отношение! Изменить отношение?! Но я... Ты... Это всё, Джильда! Ты... Ты серьёзно?! М-м-м-м! Ох! Возможно, Искорка права! Может быть, Джильда и вправду не такая уж и вредная! Может быть, это я на самом деле ревнивая и завесливая! Ага! Это было неплохо! Мне надо позаботиться о погоде. Это ненадолго. Ты побудь в городе, а я присоединюсь к тебе позже. Это здорово, наверное. Я пока займусь чем-нибудь. До встречи! Змея! 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 Бегите! Все спасайтесь! Эта штука уже не свежая, подружка А, бедная бабуля Смит Она не знала, что это шутка Так нельзя Нет, нет, я в ней не ошиблась Хотя это всего лишь шутка Наверное Хотя нет, я в ней ошиблась Она не просто злая, она еще и воришка Нет, нет, нет Она должна это вернуть Это же не просто шутка Вот так, малютки Сюда, сюда Мама-утка, теперь вы абсолютно свободны Эй Ой, простите меня, пожалуйста Здесь я иду Простите, я просто пыталась Прости меня, прости Может, ты просто открой глаза и посмотри в себя под копыта Но я, я, я Эх, хватит Все эти пони мешают мне С меня довольна Надоело Она вредная воришка и разбойница Самая злая из всех, кого я когда-либо видела Никто не может обращаться с Флаттершай таким образом Никто! Пора, Пинки Пай, братца за дело Я с ней разберусь Добро пожаловать Добро пожаловать Добро пожаловать Кто такая-то Джильда? Я о ней не слышала По-моему, у нас старая подруга Радуги Грифон, большая редкая Ты ведь знакома с Джильдой Какая она? А, ну, я потом тебе расскажу Добро пожаловать Добро пожаловать Пинки Пай Я по поводу вечеринки для Джильды Ты уверена, что это хорошая идея То есть... Не бери в свою хорошенькую голову эту злюку Джильду Твоя тетушка Пинки Пай позаботится обо всем Я на год старше тебя Джильда! Для меня большая честь пригласить тебя на свою вечеринку И я искренне надеюсь на то, что ты будешь чувствовать себя комфортно в нашей дружной компании Пони О, Пинки Пай Звезда игры в копытце Ты неподражаема Да, ты хороша, Пинки Пай Пошли, Джильда Я познакомлю тебя с нашими друзьями Уже иду Я знаю, что ты замышляешь Здорово! Я знаю, что у тебя на уме Очень надеюсь на это Не думаю, что здесь будут одни сюрпризы Все равно я за тобой слежу И я слежу за тобой Внимание! Я хочу, чтобы вы все познакомились с Джильдой Давней подругой Радуги Давайте поприветствуем ее в Паневеле Джильда! Доброго дня! Мой хороший, мы рады тебя видеть Будь как дома! Ванильные конфеты Я попробую Джильда! Пунш! Ты ничего не понимаешь Мы всегда добавляем острый перец в конфеты А пунш подается в протекающих стаканах Великолепно! Здорово! Да, здорово! Эй, Джильда, смотри. Подарки. Серпантин. Кто-то подшутил надо мной так в прошлом месяце. Ага. Похоже, я знаю, кто это был. Правда? Да, это было сложно. Я думаю, что это было обязательно. Мне так понравилось. Пора отведать порт. Эй, а можно я задую свечи? А пусть свечи задует Джильда, Спайк. Сегодня она наш гость, в конце концов. О, точно. Эти свечи нельзя затушить. Мне нравится эта шутка. Смотри, интересно, кто это придумал? Да, мне тоже. Какая разница? Это потрясающий торт. Спайк. Что? Очень вкусно. Попробуй. Эй, Джильда, ты ведь не расстроилась из-за свечек, правда? Конечно нет, Радуга. Я же сказала, что мне нравятся шутки. Тогда пойдем есть торт. Эй, я слежу за тобой, как ястреб. Лучше посреди за мной, как Грифон. Эй. Мы начинаем играть в приколи пони-хвост. Давайте с нами. Это моя любимая игра. Можно я первая? Я хочу фиолетовый хвост. Здесь я почетный гость. Поэтому фиолетовый хвост мой. Да, точно. Джильда должна быть первой. Давай завяжем ей глаза. Эй, что ты делаешь? Мы тебя раскрутим, а потом твоя задача приколоть хвост пони в правильном месте. А теперь иди прямо и приколи хвост. А теперь иди прямо и приколи хвост. Да, точно. Это ведь еще одна шутка, так? Я пойду сюда. Стой! Картинка находится здесь. Джильда, ты неправильно приколол хвост. А, как ты считаешь, надо веселиться? Я никогда еще не встречала столь глупых существ, как вы, Пинки Пай. Ты! Ты королева глупостей. И шутки у тебя глупые. Ты действительно считаешь, что подобные забавы могут вывести меня из себя? Знаешь, Радуга, я намного лучше, чем все они вместе взятые. Пойдем подальше от этих жалких пони. Вперед, Радуга! Я же сказала, что мы уходим. Знаешь, Джильда, это я придумала все глупые шутки на празднике. Что? Значит, полагаю, это я королева глупости. Что? Да ладно тебе, Радуга, ты шутишь. Не все эти шутки предназначались для тебя, но случайно они достались тебе. Как я не догадалась? Стакан безна – это точно уловка Радуги. Не может быть. Это Пинки Пай. Она все это придумала, чтобы разозлить меня и выставить глупой. И я? Я все это сделала, чтобы ты подобрела? Я думала, что хороший праздник поднимет тебе настроение. Тебе не составило никакого труда выглядеть в глупом свете. И я не думала, что моя давняя подруга может так убежать моих новых друзей. Если для тебя важнее всего имидж, может, ты найдешь себе подружку получше, только в другом месте. Ах так? Но ты, ты, ты просто глупа! Ты была чудесной, а сейчас ты не такая. Как только захочешь стать прежней, дай знать. Ни за что. Ух ты! Вернемся к празднику. Что бы мог подумать. Представляете, ты такая вот выдала. Простите меня за то, что я привела сюда Джильду. Я и не знала, что она такая грубая. И, Пинки Пай, мне очень жаль, что она испортила твою великолепную вечеринку. Эй, если тебе хочется казаться важной, ты можешь веселиться в ее компанию. Лучше я буду веселиться с вами. Вы не обижаетесь. Не обижаемся! Прости, Пинки Пай, что обвинила тебя в ревности. Похоже, в этот раз я была неправа. Все в порядке, Искорка. Даже ты не можешь быть абсолютно всегда права. Все за мной! Ура! Праздник продолжается! Дорогая принцесса Селистия, сегодня я узнала одну важную вещь. Как ни странно, но некоторые пони любят проводить время в обществе тех, кому не хватает доброты. Хотя невозможно контролировать, с кем общаются твои друзья, но всегда можно контролировать свое поведение по отношению к ним. И в конце концов станет ясно, кто настоящий друг. Ваша верная ученица, Сумеречная Искорка. Моя дорогая Искорка, моя верная ученица. Ох! Это не те чернила. Ну давай, Искорка, ты сможешь! Ладно, начали! Ха-ха! Ты смогла! Твоя магия растет! Уже 25, 25 разных трюков! Я считаю! И на мой взгляд, это твой лучший трюк! Привет, Рарити! Что это? Да так! Ничего особенного! Это мои новые усы! Хе-хе! Прости, Ромео, еще немного практики, и ты будешь выглядеть великолепно. Продолжай тренироваться. Стой! Ну вот! Милая пони, милая пони, милая пони, милая пони, тебя так долго ждали мы, милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь, и волшебство в себе несет. Милая пони, давай скорей с тобой, и дружить. Дружба – это чудо! Автор идеи Лорен Фауст. Продюсер Сара Уолл. 25 разных трюков! А я думала, что у единорогов может быть совсем немного магии, которая отражает... Хвастунишка! Это правда. Для пони, которые умеют только петь, готовить и считать. Но мой уникальный талант – магия! Это точно, Искорка! У тебя хорошо получается! Ох, Спайт, хватит. Я уверена, здесь пони велись. Много пони, которые знают магию не хуже меня. Ты шутишь? Не думаю, что во всей Эквестрии есть единорог, который был бы так же силен, как и ты. Прочь, в стороне! Мы спешим! Снипс! Снипс! Что происходит? Разве ты не слышал? В городе появился новый единорог! Да! Говорят, у нее больше магии, чем у любого другого! Ах! Правда? Не может быть! Искорка, здесь самый сильный единорог! Где этот единорог? Она на городской площади! Пойдем! Ах, да! Списым! Списым! Ах, ах! Идите все сюда! Все сюда! Станьте очевидцами мне превзойдет зелого магического таланта прекрасной Трикси! Любуйтесь выступлением великой Трикси, которая покажет вам самые редкие и опасные трюки, существующие на всей планете! Вот это да! Ой, хвастунишка! Да ни одна пони не обладает такими магическими силами, как Искорка! Ой! Рарити! Усы! Нет ничего плохого в том, чтобы быть талантливым. Конечно, нет! Нельзя хвастаться своим талантом, как школьная воображала новым бантиком! Она не может быть лучше нас только потому, что хвастается своими умениями на центральной площади. Конечно! Тем более всем известно, что самая талантливая здесь я! Ха-ха-ха! Э-э-э, то есть... Да, э-э, магия и магия! Да ну... Так-так-так! Похоже, среди наших зрителей есть недоверчивые особые. Кто осмелится не поверить в исключительный магический талант превосходной Трикси? Кто не в курсе, что перед ними стоит самая могущественная пони во всей Эквестрии? На кого она из себя возомнила? Да! Мы все знаем, что искорка самая! Пайк, тихо! Что? Что такого? Видишь, как все отреагировали на Трикси? Я не хочу, чтобы они думали, будто я тоже воображала. Итак, непревзойденная Трикси, почему-то считаешь, что ты самая великолепная? Да потому что только могущественные силы Трикси способны победить сильнейшего Урсу-старшего! Что? Может быть? Когда не осталось даже надежды и пони из Хуффингтона больше некому было обратиться за помощью, великая непобедимая Трикси вступилась за них, используя свою магию. Она смогла победить Урсу и прогнать его в пещеру вечного зеленого леса! Ого! Тогда все ясно! Трикси, несомненно, самая талантливая и самая могущественная пони в пони-вилле! Нет! Во всей эквестрии! Откуда вы знаете? Вы этого не видели! И кроме того, твои... Это правда, мои восхищенные поклонники! Трикси определенно самая сильная пони в пони-вилле! Вы не верите в могущество Трикси? Что ж, я делаю вам вызов, жители пони-вилля! Все, что вы сделаете, я могу сделать намного лучше! Есть желающие? Кто-нибудь? Или Трикси так и останется непобедимой? Самой великой пони на всей планете! Пожалуйста, она невыносима! Ты должна показать ей, на что ты способна! Я не собираюсь использовать свою магию сейчас! Тем более, что... Как насчет... себя? Ты принимаешь мой вызов? Есть что-нибудь сложное, что ты сможешь нам показать, и чего не сможет повторить Трикси? Я... Я... Ну? Маленькая деревенщина? Ну, все! Я больше не собираюсь этого терпеть! Покажи ей, Эпплджек! Твоя магия так умеет! Попробуй так, зазнай-ка! Ничего особенного! Смотри и учись у всемогущей Трикси! И в очередной раз могущественная Трикси побеждает! Некрасиво приезжать в гости и воображать! Да? Смотри на меня! Меня не зря назвали Радугой! Вот так! Вот так! После того, как они увидят Трикси, тебя будут называть неудачницей! По-моему, мне... нехорошо! Думаю, все пони в этом городке дважды подумают, прежде чем бросить мне вызов! Ведь я великая Трикси! Ай! Нам нужен еще один единорог! Тот, кто умеет обращаться с магией! Да! Единорог, который покажет этому единорогу! То есть кто? Единорог, который знает, что такое магия! Хватит! Я поняла ваши намеки, но Рарити выше всех этих игр! Радуга и Эпплджек могут вести себя как им угодно, но Рарити никогда не утратит своей грации! В чем дело? Боишься лишиться волоска из этого жалкого гнезда, который ты называешь гривой? О! Это... Может быть, ты считаешь себя всесильной, но твое поведение безобразно! Единорог – это не просто мышцы и копытка! Единорог должен выглядеть сильно! Единороги прекрасны и грациозны! Рарити не позволит Трикси издеваться над моими друзьями! Она сильная, прекрасная! Она... Быстро! Мне нужно зеркало! Что она сделала с моей прической? Она сотворила что-то ужасное с моей гривой! Вовсе нет! Все нормально! Ты прекрасна! Ты зеленая! А что? А-а-а! Нет! Зеленые волосы! Только не зеленые! Это ужасный, ужасный цвет! А мне нравится! Что ж, Искорка, решать тебе! Давай, покажи ей, кто ты такая! Что ты имеешь в виду? Я обычная пони! Это не так! Ты намного лучше ее! Да ничем я не лучше! Ха! Ты что, считаешь, что ты лучше всесильной Трикси? Ты считаешь, что ты талантливее меня? Ну, давай же! Покажи Трикси, на что ты способна! Покажи нам всем! Кто я? Я просто обычная жительница пони, Вилля! Никакой магии! Я, эээ... По-моему, у меня очень много дел! Простите, мне пора! Искорка! Ха! Неужели бесподобная Трикси так и останется самой неподражаемой и непобедимой пони во всей эквестрии? Хм! Кто бы сомневался! Вот, овсяный коктейль, который ты просила! Много зерен и все, как ты любишь! Ну, зерна! Да! Расскажи нам еще что-нибудь, о великая Трикси! Да, расскажи нам, как ты победила Урсу-старшего! Ага! Трикси слишком устала, показывая вам свои восхитительные трюки! Оставьте меня в покое до утра! Конечно, непревзойденная Трикси! Мы сделаем все, о чем ты нас попросишь! Ах! Что вы здесь делаете? Просто заботимся о Венсте! О ком? О великой сильнице Трикси! Это как? Мы просто принесли коктейль! Как вы могли поверить ее выдумкам? Она просто воображала! В отличие от Искорки! Великая сильница Трикси смогла победить Урсу-старшего! А твоя Искорка так может! Правда? А вы сами это видели? Ну, мы... Нет, ну, а что? Ну, а что? Доказательств нет? О-о-о, знаешь, она сама сказала! Послушайте, пока лично Урса-старший не объявится на этой улице, и Трикси не победит его, я не поверю ни одному ее слову! И вам не советую! О-о-о, Урса на этой улице! Улитка, ты подумал о том, за чем подумал я? Почему блошиные рынки называются блошинами? Ведь там не продают блох! Да, это... Пойдем! Искорка, ты не могла бы отложить книгу и послушать меня? Ты видел, как Трикси раздражала всех своим хвостовством? Если я буду выставлять на показ свою магию, я потеряю своих друзей! Это не одно и то же, Искорка! Ты используешь свою магию, чтобы защищать друзей! Нет, Спайк, это одно и то же! Да ладно тебе, Искорка! Даже твой самый маленький трюк заткнет Трикси за пояс! Я не хочу, чтобы меня считали хвостунишкой! Но ты самая лучшая! Спайк, пожалуйста, я сказала нет! Если ты этого хочешь, то ладно! Ой, как мы сможем найти Урсу Старсова, если я даже копыт своих не вижу? Подожди! О-о-о! О-о-о! Вот так-то лучше! Эй, ребята! Куда бежите? Мы не можем сейчас говорить, у нас большая проблема. С уршим старшим, если быть точнее. Трикси! Искорта! Трикси, помоги! Помоги! Если я не ошибаюсь, могущественная Трикси просила ее не беспокоить. У нас небольшая проблема. На самом деле, большая. Что случилось такого важного, что не может подождать до утра? Искорка, иди сюда! Быстрее! Скорее, я уже сказала тебе, что не буду соревноваться с Трикси! Нет, ты не понимаешь! Это то, о чем я подумала? Собственной персоной. Великая и сильнее, Трикси, ты должна побороть Урсу! Да, побороть, а мы посмотрим. Нам непросто было притасить эту стуковину сюда. Стойте, вы привели его сюда? Вы что, немного не в себе? Но ты-то великая и непобедимая. Да, помнишь, ты однажды уже поборола Урсу-старшего? Ну, ладно. Разойдитесь. Трикси, хватит ходить вокруг да около. Побей его! Ну, покажи, как это было. Да, покажи уж. Мы хотим увидеть, как ты победила Урсу в первый раз. Что происходит? А мы тут привели Урсу в город. Что сделали? Не волнуйся, великая и непобедимая Трикси с этим разберется. Я не могу. Что? Никогда не могла. Никто не может победить Урсу-старшего. Я все это выдумала, чтобы вы меня уважали. Выдумала! Выдумала! Урсу-старшего. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Что это такое? Это новое! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здорово! Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Милая Пони Дружба это чудо ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вперёд! Может, нет? Итак, девочки, послушайте меня. Я разработала самый короткий маршрут. Если мы хотим добраться до горы до наступления ночи, нам надо поспешить. До горы? Дракон спит в той пещере на вершине горы. Похоже, там очень холодно. Это точно. Чем выше в гору, тем холоднее. Хорошо, что я взяла шар. О, очень красиво! О, да! Тебе в нём будет тепло и хорошо! Простите меня, Искорка, я знаю, ты занята? Ага. Нам надо идти сюда. Но мне нужна всего минутка. Нет, нам нужно это обойти. Так, я просто подумала, что... Может быть, я могу остаться здесь, в Пони Вилле? Ага. О, хорошо. Я останусь здесь и... Стой, ты должна пойти. Ты умеешь обращаться с дикими животными. Не думаю, что я могу. И не беспокойся о своих друзьях в Пони Вилле. Спек обо всём позаботится. Можешь рассчитывать на меня. Стойте! Мне кажется, для меня это сложная задача. Может... Но... Но... Ты уверена, что хочешь взять с собой Флаттершай? Этот Пони боится даже собственной тени. Она ведь будет нас тормозить. О, она просто немного нервничает. Как только мы пойдём, она успокоится. А-а-а! Итак, девочки. Вперёд! А-а-а! 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 О, что это было? Такой звук издаёт дракон, когда храпит. Там так... Высоко? Не видите, это гора! Я взлечу и посмотрю, что там происходит. Ну-ка, стоп. Думаю, нам стоит пойти туда всем вместе. Мы должны беречь друг друга. Эй. Ну, ладно. Я слышала, что драконы любят строить свои гнёзды из драгоценных камней. О, если я всё сделаю правильно, я смогу убедить его поделиться блестящими камушками. Добро пожаловать в мою пещеру, Рарити! Хочешь бриллиант? Девочки, мы пришли сюда не для веселья. Флаттершай, ты эксперт по диким животным. Как ты думаешь, как выглядит дракон? Флаттершай. Эй, чего ты ждёшь? Приглашение? А, у меня в сумке есть приглашение! Это так... Так... Страшно. Но это же скала! Ты могла бы, ну, к примеру, взлететь туда? Давай, Флаттершай, ты сможешь расправить свои крылья? Ладно. У нас нет на это времени. Что ты делаешь? Мне это понадобится, если я захочу провести её другим путём. Другим путём? Поймёт целую вечность! Не волнуйся, Искорка. Мы одной ногой здесь, другой там. Я опять победила! 35 игр подряд. Лучше из 71? Мы справились! Справились! Я же сказала, что это займёт целую вечность. Твоя очередь, Флаттершай. Но здесь очень широко. Давай, Флаттершай, мы должны были быть уже далеко отсюда. Да ты просто перепрыгни. Я... Я не знаю. Здесь нечего бояться, смотри! Прик-скок-прик! Видишь? Это очень близко. Просто двигай копытцами. У тебя всё получится. Прик-скок-прик! У нас нет на это времени. Прик-скок-прик! Просто двигай копытцами. Прик-скок-прик! 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 Молодец, уже почти. Скоро. Только не смотри вниз. По-моему, я забыла прыгнуть. Судя по карте, мы приближаемся к участку лавин. Любой писк может вызвать камнепад. Ко... камня... камня... Камнепад! 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 О, нет! Все целы? Я да, благодаря тебе.